Александр Колесов больше 20 лет проработал в трамвайном управлении Бийска. Сначала был водителем, а последние годы занимал должность электромонтёра. Очередной выезд закончился для бийчанина трагически. Это произошло в заречной части города. По словам коллег, во время работы на высоте он сорвался и упал с вышки. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь. Бригада приехала спустя 15 минут и мужчину доставили в центральную городскую больницу. Ему измерили давление, как потом мы разговаривали с врачом, который его осматривал. Он сказал, что его давление позволяло ему отправиться в другую больницу. Как говорят ребята, с которыми работал папа, с которыми приехали вместе с ним в больницу, он ругался с этим врачом, почему он его отказывается принимать, почему он отказывается ему помощь какую-то оказать. И всё. И устно он ему отказал, ссылаясь на то, что прописка его относится к другой больнице и принимать он его не будет. После бийчанина направили в Бозовскую больницу. По словам медиков, которые находились в скорой, мужчина возмущался. Почему в таком тяжёлом состоянии его повезли дальше, а не оказали помощь на месте, в ЦГБ. И когда его привезли в Бозовскую больницу, он был уже практически без сознания. Уже врачи, я так понимаю, медсёстры поняли, что дело к беде ближится и начали проводить реанимационные работы, или как это называется. Начали прямой массаж сердца делать, ещё что-то, угол какие-то ставить. Его подняли в отделение и начали спасать, но спасти не удалось. Я спросила у миссёра, почему так произошло. Они просто вот так руками развели руками и сказали, мы сами в шоке, почему такого тяжёлого больного к нам отправили. В заключении о смерти сказано, что мужчина скончался от внутреннего кровотечения. Также у него были выявлены множественные переломы рёбер. Узнав о случившемся, родственники погибшего решили лично поговорить с персоналом и администрацией ЦГБ для того, чтобы прояснить ситуацию. Однако услышанное шокировало семью Колесовых. И он мне сказал, просто вот с каменным лицом, глядя мне в глаза, о том, что у нас есть приказ, что мы не имеем права лечить больных, мы должны их отправлять по месту прописки. И мне просто сказали о том, что она мне платит за то, что человек относится к другому медицинскому учреждению. Мы не заинтересованы в этом. Мне чётко дали понять, что своих бедей не бросают. Он полностью руководствовался тем, что ему было приказано или как это сделано. То, что он знает, то, что ему надо это делать. И никаких нарушений у него не происходило. Всё было правомерно. Родственники уже написали заявление в Следственный комитет. Они просят сотрудников ведомства провести проверку и разобраться в случившемся. Семья погибшего уверена, что близкий человек умер из-за халатного отношения медработника ЦГБ. Для того, чтобы придать огласке эту трагическую историю и предостеречь бичан, Дарья Колесова опубликовала пост в социальных сетях. И, судя по комментариям людей, многие сталкивались с подобной ситуацией. В свою очередь, наша редакция направила запрос в Министерство здравоохранения Алтайского края. И в ближайших выпусках информационной программы «Будни» мы ещё вернёмся к этой теме. Кристина Мелехова, Сергей Дровских, «Будни».